Если вы ищете качественный мультигейминг канал, то рекомендую вам подписаться на канал Brutal VI. На данном канале авторы проходят такие игры, как Total War Attila, City Skylines, Tom Clancy's The Division, Agatha Christie, The ABC Murders, XCOM 2 и многое-многое другое. Разнообразие игрового контента вас приятно удивит, поэтому подписывайтесь на канал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что я временно тут, соответственно, мы возвращаемся пока что в обычный темп, скажем так, записи серии. Пока у меня есть возможность на это. Итак, собственно, Венеды, 418-й год нашей эры, осень, само собой, мы уже много чего достигли. У нас все довольно-таки неплохо с прибылью, у нас довольно-таки все неплохо с развитием. Пока что, как я уже говорил, мы, знаете, придерживаемся такого, скажем так, вида мирного, да, мирной экспансии. То есть мы ни с кем не воюем, но, по сути своей, мы, скажем так, на углях разрушенных цивилизаций, да, разрушенных городов, а потом обратно их отстраиваем, да, там, то, что сделали, например, те же гунны, и, соответственно, перестраиваем потом все эти разрушенные инфраструктуры на свой лад. Вот, собственно говоря, мы уже начали, скажем так, экспансию на восток, на наши исконные земли, как мы видим, да, которые раньше имели те же склавины, но от склавинов уже ничего не осталось. Фактически, да, вот кроме нас, славян, больше уже и славян никого и нет, по сути своей. Ну и продолжаем бороться, собственно говоря, за улучшение общественного порядка, и, что самое главное, поднятие славянского язычества, что самое главное. Во всех наших регионах, собственно говоря, что в Германии, Сарматии, да, что в Транскарпатии и так далее, мы производим и создаем новые постройки, которые дают нам бонусы к общественному порядку, и пищи, и торговли, и, короче говоря, все у нас хорошо. В этом плане происходит, но нам надо двигаться дальше, нам нужно еще больше земель, и, знаете, наконец-таки, я думаю, что в скором времени уже, я думаю, мы займемся добитием бургундов. Раз и навсегда, раз и до конца. Но к этому надо подготовиться, плюс ко всему, опять же, мы видим здесь тюрингов. Этих долбанных тюрингов, которых, кстати, не добили гунны. Гунны, кстати, я смотрю, сейчас как-то на север пошли в этот раз. Обычно гунны как действуют, они либо идут по югу, и в основном большую часть времени тупят на юге, да, либо идут по северу. Но по северу вообще, вот даже если рассматривать мое прохождение за другие фракции, то редко, когда гунны шли вот именно по северной части Европы, и мне, в принципе, я думаю, повезло, что они пошли вот именно по той части, где мы с вами тусуемся. Поэтому, я думаю, сейчас просто, не знаю, добьем, собственно говоря, недобитков, да, которых они не добили, да и, в принципе, все. Так, кроме всего этого, кроме бургундов, кого мы еще можем встретить? Так, мы можем встретить англов. Франки. Так, вот франки тоже другое дело. Что у них? Так, у них военный союз с алиманами, да, и со свебами. В принципе, ну, с англами и бургундами они просто торгуют. Но, как бы, торговля дает тоже плюс к отношениям их с данными фракциями. И если мы начнем в открытую воевать, то отношения еще больше будут ухудшаться. И, соответственно, я не знаю, какие силы имеют франки тут. Поэтому тут надо быть аккуратнее. Плюс ко всему бриташки. Бриташки, черти такие, тоже отношения довольно-таки недружественные. Опять же, это все связано с конфликтом культур, неприятием культуры, религии, да. Плюс ко всему у нас договоры с, собственно говоря, вот викингами, да. Там юты, гиоты. Ну, эти пацаны хоть вполне себе неплохие ребята, на самом деле, как оказалось, да. Поэтому надо хорошенько подумать перед тем, как лезть, собственно говоря, на рожон на севере. Потому что, с одной стороны, мы, в принципе, да, мы можем пойти на экспэншн, экспэншн. Но, с другой стороны, надо хорошенько подумать, нужно ли нам это на данный момент. Я думаю, сейчас самое время сконцентрироваться на развитии наших городов, поселений. Что мы, собственно говоря, и будем сейчас делать. Разовьем тот же Аскулкалис и так далее. Собственно, мы уже начали потихоньку развивать провинциальные города, такие как Дуна, Оюм. Проблем с пищей у нас все равно нет. Поэтому, я думаю, самое время действительно развивать провинциальные регионы. А там уже, будь что будет, собственно говоря, по ходу пьесы разберемся. Так, самая восточная часть у нас, это, как я уже сказал, Кориск. Кориск только начал развиваться. Киев, Львов, Белс, все. Тоже в полной мере полное развитие, скажем так. Но, да, север надо зачистить, я думаю, однозначно. Я думаю, как раз на северных землях можно неплохой такой плацдарм подготовить. И посмотреть, что из этого всего выйдет. В саму Европу я сейчас особо лезть не хочу. И, по сути своей, чтобы сделать прохождение более интересным, да, можно попробовать сделать заварушку на севере. И одновременно с этим мирно дальше завоевывать восток. Потому что на востоке все равно никого нету. И навряд ли там кто-то будет развиваться. Захватывать поселение. О, так, тюрингов все-таки решили дожечь, добить до конца. Да, как я вижу, там уже пламя пошло. Горит. Горит все. Все алым пламенем горит. Все, уже минус два поселения. Ну, сами видите, короче, тут... Просто подбирать можно с легкостью загунными. И все. Так, что-то у нас везде, да, в Скандинавии проблемы. Я смотрю с очень порядком. Значит, что поделать, что поделось. Так, сканзы, да, восстание неминуемо. Ну, ладно, ждем, ждем восстания ребят, собственно. Так, появляются тут ублюдочки потихоньку. Ну, ничего, будем сейчас против них работать. Ух, ёпт. Какие, какие жесткие ребята. Что-то я не ожидал от такого от них. Так, ну ладно, значит, будем делать, собственно говоря, гарнизон. Потому что, сами видите, да. Обалдеть. Разбойничьи. Скандинавские разбойники, блин. Так, на чужих территориях они тут с вами, с вами, да? Да уж. Ребят жесткие. Ну, значит, как я и говорил, соответственно, будем развивать, укреплять северное направление сейчас с вами. Так, вера провидится. Можем ли мы еще сделать? Воители, жрецов. А, ну тут у нас... Надо построить определенные постройки. Ну и, по-моему, у нас еще и к тому же лимит. Ну, ничего, значит, собственно говоря, Дусан. Твой выход. Делай топорников сейчас, значит. И сейчас будем еще нанимать славянских лучников, наконец-то. Эти ребята, я думаю, неплохо справятся с противниками. Так, и, соответственно, в Кате-Гате. В Кате-Гате у нас пока что еще... Нету построек, да, доступных, типа, какой-то, каких-либо казарм, да, или которые производят, скажем так, определенные боевые единицы. Пока что будем ждать, пока что будем ждать. Так, в принципе, по... что у нас по загрязнению? Так, ну, по загрязнению у нас все более-менее. Так, давайте пока что в Малый Город, да, перестраиваем Кате-Гат. Делаем сейчас основной упор, да, действительно, на развитие северных границ наших. Итак. Ух. Ух-ух-ух-ух-ух. Боже мой. Божечки, я просто, знаете, я просто вот смотрю и вижу, сколько халявных городов сразу можно отхватить обратно. Так, я смотрю, потихоньку отъедаются луги. Это тоже меня отнюдь не радует. Это надо пресечь однозначно. Так, бастарни. В принципе, да, можно сейчас развеять, начать войну сразу на несколько фронтов, но надо быть крайне аккуратным, ребят, крайне аккуратным. Так, да, давайте сплоченность, рост Орды. Так, рост. Потому что можно, скажем так, переоценить свои силы, а надо заметить то, что, опять же, содержание войск-то у славян довольно-таки немаленькое в итоге. Так, Петродава, Дакия, так, Ромула. В принципе. В принципе, можно полезть на луги, да, и с ними повоевать вот за Аполлу, за Ромулу и как раз объединить всю провинцию. Я думаю, да, это было бы неплохо, но все-таки сначала надо подождать, пока тут устаканится с общественным порядком. Потому что, сами видите, тут сейчас нам армии не хватит, скажем так, на всех. Так, хотя можно сейчас сделать вторую армию из Белза славу, да, вытащить, скажем так, помочь на южном направлении. Тем более, тут уже и без полководцев, в принципе, в Транскарпатии все более-менее. Но здесь меня беспокоят другие ребята, вот, всякие там понаехавшие маркоманы, наркоманы, да, непонятные черти. Так, охота спросить, а чё вы, блин, это делаете на наших землях, сучки? Так, тут еще египиды, господи. Вот ублюдки, а. Так, ну ладно, я думаю, они все равно нам ничего плохого не сделают, блин, беженцы хер вы. Так что ладно, хер с вами, собственно. Так, сокрушители. Так, а тут у нас тоже, тут мы в военных-то постройках-то и не развивали фактически никаких. У нас Транскарпатия чисто такая, на торговлю выстроенная получается вещь, область, да. Ну, да, собственно говоря, ничего страшного. Давайте потихоньку начнем тоже набирать солдат, войска. И будем выдвигаться в сторону Аппола с Румулой. Все-таки, да, хочу я уже потихоньку начать воевать, боевые действия проводить, а то мы с вами тут вообще уже застоимся. Тут надо сейчас и уже будет нашему, собственно говоря, Драговиду костяшки разомнуть. Кстати говоря, помните, я говорил о Драговида? Насчет Драговида, то, что он уже начал поезжать и то, что у него тут дисбонусы, да. К общественному порядку начали появляться вот тип сплоченность, минус 4 общественные. Порядок во всех, на всей территории, да, нашей державы начал появляться вот он. У него тут еще суровый, да, строгий инспектор, тоже дополнительно дизмораль. Но я хотел его на самом деле, да, убить, но, но, но. У нас тут появилось, появился очень один хороший эффект, который нам дает общественный порядок плюс 5. Блин, к сожалению, я уже не помню, как он назывался. Но у нас вот общественный порядок плюс 2 есть, еще какой-то вот, блин, какой-то у него бонус точно есть. Так, это боевые эффекты, короче говоря, и, блин, я не помню, уже там что за бонус был, но где-то вот тут был положительный бонус, который сразу дает плюс 5 к общественному порядку на всех территориях. Поэтому я думаю, что, в принципе, все, все-таки поэтому ему можно дать шанс. Так, у кого еще? Так, Лассота. Лассота, 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 Лакоста. Давай в коррупцию. Точнее, наоборот, не в коррупцию, короче говоря, делает так все, чтобы как надо было по-хорошему. Наоборот, давайте искоренять коррупцию в наших землях, венецких, венских. Блин, вот уже целую неделю не комментировал, уже как-то, знаете, трудно, трудно говорить на геймплей, даже как-то уже язык заплетается с, скажем так, вот. Непривычки, да, когда долго не снимал видео. Поэтому, да, тут такое дело, то, что лучше надолго не бросать то, чем занимаешься, а то потом очень долго привыкать придется. Итак, да, опять... Ну да, тюринги уничтожены, как мы поняли уже. Гнев, детская смертность, 15 лет помер, жаль. Что поделать, что поделать. В принципе, это было ожидаемо. Итак, собственно, скандинавские мятежники. Вот, блин, скандинавские мятежники, как я понял, это очень жесткие ребята. Кажетан. Саша Кажетан. Хотя, может быть, они такие жесткие были только вот в землях тюрингов, как мы видели. Ну ладно, все равно, в принципе, неплохо. Пусть у нас с вами... Блин, вот, сучка. Разомнется драговид, скажем так, да? Пока что. Так, ну а мятежники... Так, я смотрю, мятежники уже ушли в мятежные земли, да? Пусть они там набираются. Мы, если что, будем готовы отбить атаку. Я... Отлично. Практически без потерь, опять же тут... О, подыхают, подыхают, собственно говоря, наркоманы, наркоманы. Я думаю, сейчас немного понаркоманятся они тут и успокоятся. Поэтому все гуд, все гуд. Все очень даже неплохо. Так. Угу. Так, ну, Петродаву ждем, ждем. Так, ирригация, полдородие. Вот, кстати, да, будет неплохо, наверное, на этих землях дальше вот святилище строить. Блин, три косаря. Дорох, конечно, вот эти религиозные постройки обходятся. Ну, что поделать. Так, тем временем... Че у нас, собственно говоря, в Дуне и Ойме. Хоть мы построили городки, да, которые дают нам бонус к общественному порядку, но, тем не менее, в плюс он не идет. И, к всему прочему, сейчас еще торговый склад мы строим, да, который тоже дает загрязнение и минус к общепорядку. Зато пища пойдет и богатство получше. Ну, я думаю, тут армию поставим новую потом. Как варик. Так, давайте лишние пока распустим войска. Так, кориск пока по полной застраивается. Так, в Киеве у нас дом торговца Янтариум идет. Что у нас еще тут есть? Так, ну и пища ждем, пока у нас с пищей все наладится, все более-менее. Так, Вера, наша провидица. Так. Собственно, к общепорядку нашему тут уже ничего не добавить особо, поэтому качаем дальше. На другие способности Веры. Брежневый, да? Хотя я не знаю, кто он тут есть. Так, Дороград. Так, блин, сейчас тут понастроиться наверняка мятежников, блин. Надо их будет все равно забить. Так. Мы даже сейчас из-за беспорядков, наверное, не сможем как следует добить бургундов. Так, что с агентами еще у нас есть в этом плане? Так, давайте еще саглядатаев наймем как раз. Так. По жрецам, да, у нас максимум. Скотовод, строитель. Хм. Ну давайте визе слава. Наймем. Пусть он разведует у нас обстановку. С чего там у нас дальше? Воскукались и пока будем строить дальше. Деревянные люди. Деревянные, деревянные люди. Странные очень, так вы знаете. Блин, охренеть. Лучники стоят дороже, чем пехота. Да что ж тут со славянами-то не так? Обалдеть. Да уж. Да, какая-то жесть. Тут реально с найм у них. Это просто вообще какая-то жесть. Я не знаю, что еще сказать. Вроде ничего не нанял, а уже столько, столько, столько затрат. И как мы видим, да, наша прибыль сейчас потихоньку начинает таять. Ну что поделать опять же, что поделать. Поэтому я и говорю, надо очень аккуратно, конечно, начинать войны. Особенно за славян. И желательно на несколько фронтов даже вообще не лезть. И с общественным порядком опять же проблемки. Везде одни проблемы. А, ну отлично. Гонны, в принципе, они и так разберутся со всеми оппонентами. Да уж. Ну реально братва еще. Реально, реально братва. Так, все, гипиды уходят. Отлично. От маркомана тоже уходите от нас отсюда. Нафиг. Короче, надо пока с общепорядком разбираться, ребята. А, все, склавинов до конца только вот сейчас добили. Отлично. Так, во Львове беженцы. О, ребят. В беженце во Львове. Спасайтесь от жестких хоррот. Люди пытаются укрыться в городе. У нас будет рост плюс 10 все провинции. Обалдеть. На три хода. Кто б думал, да? Но уже до Львове беженцы дошли. Обалдеть. Жестко, жестко, жестко. Во. 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 Смотрите. Общественный порядок плюс 5. Это провинция. И санитария плюс 5. Вот исправляется Драговид. О чем я и говорил. А то у меня были помыслы. На самом деле Драговиды того кокнусь. Вот. Но как мы видим, смотрите, да? Прям чисто любивый чиновник. Прям, значит, все-таки плюсы от чиновничьей работы у Драговида пошли. А то одни какие-то дисбонусы были. Поэтому, собственно, смотрите, как все хорошо складывается у нас, да, ребят? Итак, собственно, что дальше? Какие еще технологии мы будем изучать на этот раз? Я думаю, знаете, пора бы, наверное, качнуть воинскую элиту. Даст нам бонус к лунному светилищу Сварога. Или Сварога, как правильно говорить. На ударе не ставить. Наверное, на Сварога, да? И, собственно говоря, еще у нас дополнительно будет прокачка юнитов. То есть у нас славянские копейщики знатных превратятся. Топоры Перуна заменят славянских воинов с топорами. И воители Перуна заменят просто славянских воителей. Поэтому, да, я думаю, именно воинская элита то, что нам надо. Так, в Категате тоже у нас главная постройка потихоньку развивается. Все отлично, все нормально. Такс, вот я бы с гуннами сейчас бы очень неплохо бы повоевал против мятежной армии. Блин, уже 12 отрядов, у них 12 человек. Придется, наверное, все-таки, я не знаю, прям сейчас им давать бои, пока их полное не набралось... Не набралось количество, да? Но какие-то ребята тут, я смотрю, вообще жесткие. Хотя, по сути своей, по сути своей так. У них тут много топорников, а если у них тут много топорников, то, соответственно, надо что делать? Надо донимать побольше застрельщиков. Что мы сейчас и сделаем. Давайте прям этим и займемся. Вот, в частности, давайте тут у нас метатели, там кто у нас еще, конные лучники. Сейчас, 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 ребятки. Сейчас мы вам займемся по полной. Так, и, наверное, кого еще на добивание? Вот так вот и вот так вот. Ну, в принципе, я думаю, и так уж хватит. Так, их тут сколько? 12 человек. Так, Дусан, да. Тем более, смотрите, тут сплоченность колеблется, ребят, поэтому надо бы их добить. Плюс ко всему, опять же, тут и гунны, и гуннские армии. Кстати, они очень потрепанные, я смотрю. Но давайте проведем совместные действия, да, с гуннами против мятежников. Я думаю, это будет, честно, довольно очень весело смотреться. Можно было и наемников-то не нанимать, по сути. Но это будет забавно. Тем более, посмотрим, давайте, что у скандинавов тут есть. То есть, группа скандинавских воинов, скандинавские разбойники, опять же, да, застрельщики. Ну, короче говоря, я думаю, мы их разобьем. Хоть разомнем, скажем так, костяшки. Итак, мятежная армия Бьярни. Против деревянных людей Дусана и стражников Великой, странников Великой Степи Гунов. Обалдеть, славяне вместе с гуннами дают просраться. Старушки Европы дожили, да, дожили. Ну, а ничего, сейчас заработаем драгоценный опыт. Собственно говоря. И посмотрим ядобитые стрелы в действии. Ну, и обновленных топорников также. Потому что вот этих вот топорников, которые у нас сейчас есть, я их вживую не видел. Так, это у нас, собственно говоря, главный батя, да? Сидит Дусан. Так, вот у нас Дусанчик в засаде. Так, и, соответственно, вот мне наши добрые молодцы, венецкие. Венецкие и бульбашские. Так, какие у вас статы? Ну, в принципе, средник, так, неплохо. Кстати, что очень забавно, они по положительным эффектам даже получше, чем копейщики идут. И стоят в содержании также дешевле, чем копейщики. Вот что очень интересно. Так, все, наши лучники с отравленными стрелами тоже на готове. Короче говоря, все готовы. Сейчас мы будем давать люлей гребаным мятежникам, скандинавским супостатам. Да, давно я уже не записывал. Еще раз, опять же, повторюсь, давненько вообще уже. Отвык, отвык, ребят. Так, лансеры всякие. Так, копейщики. Так, самое главное, вроде как, коней у них нету, конников. Поэтому в этом плане будет полегче. Так, врубаем всем режим перестрелки, само собой. Ну и давайте на несколько групп, собственно говоря, и разобьем их, да? То есть у нас группа застрельщиков первая, группа застрельщиков вторая, армия центр. Действуем тактически, твою мать. Такс, и вот еще вот эти ребята. Так, соответственно, пехота тоже у нас. Группа топорников у нас. Одна туточки. Группа копейщиков. Туточки. И вторая группа топорников здесь. Все, сейчас разыграем как надо. Все. Так, лансер, все на месте. Да, посмотрите на задний план. Все, внимание на проектор, господа. Вы, вы видите, да? Блин, я даже думаю, мы вполне сможем разобраться одними лишь стрелками. Собственно, да, если так и сделаем. Итак, скандинавские мятежники. Посмотрим сейчас, что будет с вами. Так, скандинавские пикинеры уже идут. Давно бежали бы перед нами. Да я вот тоже так думаю, что умные люди, да, они бы уже давным-давно бы посмотрели так со стороны, да? Потому что на фронте их ожидают славяне, злые позади них, соответственно, гунные. Так, ой, и гунов опять имеют. Так, отлично. Ну, короче говоря, внимание скандинавов, оно полностью сосредоточено на гунах. Ох, как сейчас, как жестко, как жестко очень. Да, бедные степняки. Их тут и так, в принципе, немного осталось. Ну, сейчас еще и Атила появится. Это что будет? Вообще красота. Смоглорус лав бехайнд. Так, ладно, пока, значит, что делаем. Выбиваем у них застрелов. Потому что застрелов у них тоже хватает. Ну, и ладно, выдвигаем потихоньку пехоту. Ну, такая, скажем так, охота сафари, да, получается. Все, выдвигаемся. Не, ну, а, собственно, еще нам особо своих подставлять под огонь, да, если есть гуны. Так, отлично, троим, троим, ребят. Замещательно. Так, и... Ну, соответственно, ребят, давайте, давайте на анаграм. Так, мы уже подошли вплотную, поэтому, в принципе, можем расстреливать прямой наводкой. О, сейчас, я думаю, самая тема для наших, собственно говоря, славянских лучников стрелять по пикинерам, потому что, блин, ну, это же пикинеры. На красоту сейчас будет смотреть, как они будут умирать от яда. Прям идеальная цель, идеальная цель, ребят, идеальная. Отлично. Продолжаем. Так, давайте сконцентрируемся теперь, сконцентрируемся на вжаке, собственно говоря, разбойников. Так, отлично. Степники гунские сделали свою работу. Так, метатели пойдут в освояйся, отлично. Так, ну все, парни разбиты. В принципе, мы даже особо и не пытались там что-то сделать экстраординарного. Жаль, конечно, что да, у нас вот гунны, гунны сейчас много испытают на себе неурядиц. Тут еще и френдлик от ручного огня идет. Так, ну что, давайте щержанем, что ли, на гунских разбойников, да? Хотя, я думаю, сейчас полководцы и так уже помрет. Да, одна красота смотреть на это, ребят. А, ну все, тут уже и без нас добьют. Тут все понятно. Да, ну, можно было просто, короче говоря, лучников нанять, да, в принципе, все. Но кто ж знал, что тут у нас рядом окажутся еще и гуннская армия дополнительная. Я просто не знал, что в этой территории их тут так много. Так, давайте посмотрим еще раз. Ну да, то есть, особо киллов-то число врагов лучниками с ядами, оно невелико. Но, как мне говорили люди, знающие, да, то, что на самом деле урона от яда их, его намного больше, чем приписывается им тут. Что не может, соответственно, не радовать. Так, ну что, это можно сказать Флавас Викторе. Хотя, конечно, да, тут покоцали гунов так неплохо. Сами видите, да, сколько тут потерь было чисто от, в основном, артиллерии. Но, хорошо хотя бы, что артиллерия не на нас пошла, а на гунов. Да, сейчас очень, знаете, забавно вот так вот смотреть, как братаются, братаются братишки. Короче, гуннские братишки, да, со славянами. Ты просто, на это можно смотреть вечно. Так, ну ладно, собственно, решительные победы, собственно, угроза устранена. Дусан с Турулом после этого выпили бухла, короче говоря, кумыса гуннского. И сказали, что все вообще окей, отлично вообще. Красавчики, ребятки. И все в этом духе. Блин, ну надо их добить, тем не менее. Так, кстати, а насчет, 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 насчет вот этих вот наемников, в принципе, блин, можно и оставить. Потому что они по содержанию-то один фиг, они меньше, чем наши идут. То есть там 100-105, да. В принципе, это нормально. Так, кто-кто-кто тут у нас стоит неподалеку? Лангобарды, что ли? А, это лангобарский агент. Понятно, я уж думал, лангобарскую армию мы с вами встретили на своем пути, но нет. Так. Дусан. Давай сплоченность поднимай, короче говоря. Сплоченность нам нужна, так вот, скукалис. Ага. Нам бы вот эту территорию сейчас еще взять, да, для полной провинции. Но было бы неплохо взять еще Лупфурд как раз. Тогда у нас с Будоргисом, да, вот тут вот такая прям связка получится. Очень такая неплохая. Но я думаю, ладно, да, нам надо сейчас будет повернуть на север, соответственно. И основать поселение тут. И тогда замечательно будет то, что, в принципе, с Хафном, да, тут будет Рюген с Хафном, и можно будет за один раз, соответственно, сожрать бургундов. Это замечательная новость, поэтому давайте сейчас непосредственно деревянных людей, людей с Дусаном, отправим на Рюген. А в Даркограде, в принципе, тут кто у нас? Гнев. Гнев, если что, с ребятами будет следить за порядком в округе. Если что, думаю, даст отпор. Так, по общепорядку. Так, надо бы еще солевую ванну построить, на самом деле. Так, знаете, что сделаем, наверное? Так, четыре хода, так, по четыре хода. Так, понятно. Надо бы одновременно тогда построить, соответственно, чертог вождя и залежи соли. Да, тогда у нас пища плюс пятьдесят покроет расходы на пищу. Очень даже неплохо. И одновременно построится. Что очень хорошо. Так. Давайте пока что сокрушителей из Белзы во Львов отправим. Так, и пока что, пока что, пока что, пока что еще дополнительные отряды наймем. Все-таки, да, я думаю, пора тоже покончить будет с лугами. Отлично, отлично, отлично. Да, нашим тут, конечно, очень так перепало сейчас, очень, довольно-таки неплохо, но ничего страшного. Итак, господа, делаем следующий ход. Так, порга. Порга, порга, от нас губернатор. Получается, готик... Ой, не готик с канзой. Короче говоря, категада, да? Категада, о, скучный, нерешительный, опять же. Ладно, на пищу, короче говоря, тебя прокачиваем. Тоже исправляйся, давай. В принципе, мы не будем такими жестокими ребятами там кого-то смещать с постов. Мы дадим шанс. Не, ну, в принципе, в принципе, с другой стороны, да? Когда ты делаешь выбор, с кем быть. Либо с гуннами, либо с Европкой, которая себя, в принципе, изначально недолюбливает. Все-таки лучше быть с гуннами, потому что, смотрите, вот, если бы мы приняли сторону, например, Европы. Средневековой, да? Ранней. Средневековой Европы, да? Потому что у нас все-таки здесь поиграли ранние средневековые, темные времена. То, я думаю, плюшек бы мы вообще бы не получили. Чего? Чего? Британия? Британия на наших землях? Что я вижу, твою мать? Неужели? Бриташки. Римские сепаратисты, пангреческое христианство, обмалдеть. Не, а какого хера все хотят к нам? Я не понимаю, я что-то, я что-то немного не понял. Какого хера? М-да. Это реально жесткое. Так, ну ладно. Собственно говоря, давайте тут потихоньку строить и то, и другое. М-да я уж. Так, ладно. Значит, основываем... Основываем Рюген. Колонизируем, точнее, блин, 1360... А, это людей, понятно. Все, да. Колонизейшн конфернт. Пошло добро. Нам как раз на колонизацию крепости племени хватило денег. Итак, вся провинция, всю Готикс Канзу мы собрали. В принципе, знаете, геймплей еще вот за Венедов, он очень сильно напоминает такой конструктор Лего. Это называется Собери Сожженные Территории. По сути своей. Так. Так, и что я хотел агентами-то сделать? Вот. Поним, теперь больше агента бы направить надо вот сюда, вот, посмотреть еще здесь у ребят, перед тем, как пойти уже атаковать. Да, поэтому, поэтому подождем, мы сейчас наглухо идти, посмотреть, что там есть, я особо не хочу. Так. О, стэк из коммитатов, я мое. Все полудохлые ребята. Классика жанра. Просто, что еще сказать, классика жанра. Блин. Я опять проморгал. Мятежников, больных денег у нас нет. Твою мазь. Ну ладно. Что поделать. Так, гумные, слушайте, а... Вы можете сейчас помочь мне? По нахер ли у нас отношения ухудшаются? Дилемма, тюринги, минус 13 процентов. Вау. Слушайте, а вот так вот нежданно, неглядно, мы уже у нас третий рейтинг силы по всему миру, ребят. Обалдеть. Да уж, кто бы знал, кто бы думал. Не, ну реально посмотрите, чего мы уже добились. Какие земли обширенные, просто вах. Ну вах. Блин, да мы уже круче гунов по силе оказывается. Обалдеть. Даже глазам как-то не верится. В рот ту вишу в ми, да, в рот, в рот, да. Ну и опять же, как вы можете видеть по прибыли, чуть-чуть мы начали немного милитаризироваться, как все, у нас сразу казна пошла по одному месту. Что очень неприятно. Да, что вдвойне неприятно, вечное, вечное восстание. Хотя в Будоргесе мы уже вроде как строили всякие там религиозные построечки, вроде как. Ну смотрите, там маркоман у них какой-то между собой еще, короче, уже произошел. Ну тут, короче, вообще какой-то беспредел творится на наших землях, как вы можете посмотреть сами. О, да какие, блин, так, чахотка пошла. Так, Беллс, ну вообще охереть. Так. Блин, вас сколько уже, 12 человек, да? Ну-ка давайте сейчас потихоньку вас надо. Выкуривать, короче, у вас надо. Да, вот так-то сразу лучше бы с вами мы решали дела, проблемы. Вот все время про Будоргес забываю, блин. Хотя тут уже и святилище Маккоши второго левела, блин. Общественный порядок, ну тут, блин. Давайте еще раз посмотрим, почему он такой проблемный. А, ну тут недостаток еды, короче говоря, да? И иммигранты, и плюс еще налеты. И вопросы веры, блин. Ну вот никак. Никак мы тут не разрешим проблемы вот эти вот. Тут только придется ждать. Так, всем временем в Визе Славом. Смотрим, что у нас здесь в Апуле. Так, тут тоже агуны уже тусуются на этих землях. 50 на 50. Эээ. Кто же выиграет? Германский пикинер или... Да, тяжелая, но все-таки победа. Блин, они задолбали уже. Так, ладно, выходим пока что с сокрушителями на границу, потому что надо подмочь, подмочь и посмотреть ситуацию, ситуевину еще здесь. На следующем ходу уже наемник, агент Саглидатый дойдет, и мы посмотрим, что там конкретно. Так, ну и Хафн, по идее, да, надо до захватить, но сначала надо в Категате построить, наконец-таки, малый город. Чтобы закрыть вопрос с общепорядком раз и навсегда. Во, хотя бы, слава богу, сейчас ситуация с общественным порядком в Категсканзе улучшилась, наконец-то, такие. Что еще меня радует. И 419-й ход, по идее, сейчас должен что-то Атила, вроде как, появиться. Поэтому ждем, ждем, господа, ждем появления великого и ужасного. И не забываем про дары, про пищу. Тьма и отчаяние. Тень, затмившая солнце до самого юга. И вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. Его ярость пожирала мир, словно огонь, а он с улыбкой наблюдал за пожаром. Орда взглянула на Атиллу, и мир содрогнулся. Оставь надежду. Мы милостлив к тем, кому однажды доверился. Так, вот, Гунов сдох предыдущий царь, и теперь, собственно говоря, власть Гунов захватил Атила. Теперь надо будет с ним договариваться. Да. Жесть. Блин, Набатея, Британия, что серьезно? Хера себе. Где Набатея, и где Британия, обалдеть. А, и, кстати, да, у нас же изменение климата, что, опять же, не очень хорошо идет нам на пользу, на руку. Так, блин, орды еще сжирают пищу, 70, да? Фух. Да уж. Ублюдки, блин. Вот ублюдки. Короче, надо всех прогонять с наших земель. Хорошо, хоть наркоманов уже убили. Так, ладно, смотрим. Весело, весело. Довольно-таки забавно, я хочу сказать. Даже можно было не набирать, на самом деле. Войска, отнюдь, отнюдь. Ладно, колонизируем, как я уже говорил, как я уже говорил, собственно. Вообще, просто без проблем. Без напряга. Абсолютно. Так. Кстати, у Ваполя тоже соли. Микса, спайсы, блин. Поэтому... Да, нам надо сейчас... Ах, блин, продолжить, продолжить развивать постройки, которые дают пищу однозначно. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Да. Да, вот мы, кстати, и Атила пришел. Около Полоцка он резнулся. Вот на тот самый Атила. А, кстати... А до сих пор, кстати, он пока принц, по идее, да? А главное у них у гуннов шарфы. Но шарф, он сейчас через ход помрет, собственно говоря. И... А... Затем, соответственно, возглавит армию гуннов Атила. Лучники земных гуннов. В конные лучники передовой отряд пикинеров. В казнатные степные катафракты. Он просто ужас на крыльях ночи, это Татила. Который похож на Максима Марсенкевича внешне. Как его нарисовали, собственно говоря, маркетологи КАА. Да. Вот, кстати, еще армия появилась. И еще. И еще. И затем еще. Так, ну, что нам остается? Нам еще не остается, как строить дальше, выдвигать поля. Так. И, соответственно... Так, общий порядок. Черток вождя нужен. Ну, ладно, пусть будет. Так-с. Короче, что в итоге? В итоге то, что нам надо еще подождать пару ходов, пока в Дракограде построятся постройки на общественный порядок. И... Затем... Затем мы уже будем готовы добить Хафан с Бургундами. И Хафан тоже будет нашим славянским. Соответственно, с кем мы выйдем на границу? Мы выйдем на границу с англами, с франками. Ну и, по сути, своей, ну что, слугами еще. Все. В принципе, от остальных нас отделяют сожженные территории. И, кстати говоря, в принципе, вполне неплохой пусть буфер будет, да, между нами и другими государствами. Вот эти вот сожженные земли. Потому что я не думаю, что другие, увидя то, что гунны все время ходят по этим землям и сжигают тут все к херам, да, осмелятся тратить деньги и ресурсы для освоения территории. Поэтому все, в принципе, по большей части все равно играет нам на руку. Ну что, на этом все. Я думаю, серия была довольно-таки интересная. Если вам тоже было интересно смотреть, то обязательно ставьте лайк, комментируйте. И всем пока, до следующей серии. Пока-пока. Let this be a sign of goodwill to come. И тем временем, брачный союз решили июты Венедам предложить. Милу 18-летнюю июты решили к себе удочерить. Что же, июты, как мы видим, добились успехов в Южной Британии и потихоньку пидорят они гребаных бриташек землях их родных. Словяне. И викинги-скандинавы братья новек. Поэтому Гдраговид решил укрепить отношения славян и скандинавов брачными узами. И милу свою решил он отдать за стигура 21-го года. Плюс еще 500 денежек нам деревянных рублей дадут. Шихарно замечательно. Сердце твое крепче закаленного клинка. Он урождает мудрые слова. Великолепно на. И с этим, собственно говоря, по желаниям заканчиваем мы точно уже данную серию, дорогие мои друзья. Ждем вас на следующей серии. Двою мать.